Приветствую вас. Вы знаете, гадать можно не очень долго, а в этом немножко другое. В этом даже не только секс, как я полагаю, сколько некая такая вот, может быть, что, знаете, духовная, может быть, связь, интерес, живой контакт. Отсутствие рутины. Рутины, например, можно так сказать еще. Вот. И это то, что, скорее всего, у вас под вопросом, потому что быть, потому что все может быть в какой-то степени однообразным, вот. И, естественно, что, ну, это естественно, что вы можете не кайфовать, не получать удовольствие от своего взаимодействия. Хотя, ну, в самом деле, вообще ничего, там, грубо говоря, ничего не произошло. То есть ничего не изменилось. Потому что все, все по-прежнему было, как и раньше. Вот. Просто вот именно то, что называется живым контактом, немножко ушло. Вот это всегда неприятно, тут всегда довольно тяжело, но лучше, наверное, это признать. Вот. Опять же, признать для чего. Признать, чтобы иметь возможность это изменить. Вот. Ну, например, вы не задавайте вопрос своего, да. То есть, для меня это выглядит автоматически, эм... Каким образом? Для меня это выглядит так, что вы, там, условно говоря, за своим мужем следите, например, да. Но если вы не следите, так вот, так вот, так вот у вас происходит ненамеренно, я понимаю, я понимаю, вот. А вам что-то не нравится, вы его, типа, типа, ну, притринкуете, да, вы его, там, ну, я чувствую, как вы на него давите, например. Вот. Вот. Но вы же, получается, по факту ему ничего не даете. То есть, например, например, если проположить, что у него действительно кто-то появился, то это значит что? Что с вами ему чего-то не хватает. И что, в принципе, ну, есть какие-то вот сложности. В общем, не обязательно все это, там, конфликт и так далее. Ну, может просто отсутствие такой живой связи, ручьи и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все, ну, все одинаково. Вот. А кому-то этого, грубо говоря, бывает достаточно, да. Ну, то есть, кого-то устраиваешь, когда... ну... Ну, все так. А кого-то нет. То есть, кого-то этого не устраивает, кого-то этого мало становится. Вот. И, соответственно, если вашему мужчине как раз мало стало, да, то, ну, ну, при условии, если вы хотите, там, ну, грубо говоря, если вы хотите... Сверхомендальность быть в отношениях, да, допустим, если у вас есть, в нему, там, по-прежнему чувства и так далее, вот. То имеет смысл... Как бы... Ну, мне так, по крайней мере, кажется, что имеет смысл... обновить ваше отношение, если бы делать то, что бы ваше отношение обновило бы. Мне не кажется, что это слишком сложно, мне кажется, что это слишком тяжело, мне кажется, что это вполне легко, если вы этого хотите, если вам это нужно, если это то, в чем вынуждается, например. Вот это все. То есть ваша задача заключается в том, чтобы посмотреть, на свои отношения с мужем, чтобы как бы поисследовать их отношения с мужем. Вот. И посмотреть, а что бы, там допустим, допустим, я могла сделать, там, по-другому. Вот. И так далее. То есть вот такой же расклад. Вот. Начните, к примеру, замечать в своем музее что-то новое. в своем. Вот. Это самый лучший способ обновить отношения. сделать, ну, привнести вот что-то новое. Вот. И дальше уже, на мой взгляд, жизнь расставит все на свои места. Да. То есть если это временные трудности, то все хорошо, и вот будет, ну, а если это что-то более глубокое, то там уже что-то, как бы, ну, что-то будет дешнее для вас, по крайней мере, вот, с этим ощущением неопределенности, вы их уже, раз на нет, ну, мне так, по крайней мере, кажется, будет больше, образделенности будет больше яд. Потому что вы будете как-то реагировать, муж будет как-то реагировать, и все само собой будет, ну, разворачиваться. Вот. Конечно, важно, не менее, важно, чтобы вы чувствовали себя. То есть, чтобы вы ощущали себя, чтобы вы понимали себя, чтобы вы чувствовали их и осознавали, например, чего вам хочется, чего вы нуждаетесь и так далее. Это важно достаточно. Вот. Потому что если в этом направлении вы не будете двигаться, если в этом направлении вы не будете стремиться, расти, я бы так это сказал, вот, то могут быть проблемы. Потому что, как бы, если не растет и не развиваетесь вы, то контакт находится под угрозой. К сожалению, да? Вот. Ну, я имею ввиду контакт между вами и вашим мужем. Вот. Вот. Так, а вот и все. Так что, я думаю, вам нужно, можно задать себе вопрос. Да. Вот. Прямо, прямо сейчас, что я хочу и что я могу сделать для того, чтобы отношения со своим мужем улучшить. Вот. Хочу ли я этого? Если я хочу, то что именно хочу и так далее. Вот. Это все будет вам полезно. Вот. Ну и сформулируйте вопрос. То есть, какие чувства вас это вызывают, то что происходит, что вам хочется. Вот. Одно дело, если вы, например, сейчас чувствуете обиду, если вам больно от того, что муж у вас нет, и не другое дело, если вы боитесь себя и что он уйдет и что вы останетесь в арнах. Вот. Третье, если вы срабатываете за детей. Четвертое, если вы беспокоитесь за мужа. То есть, тут вот тоже нужно понять природу ваших чувств. А беспокойство может быть разным. И беспокойство может быть совершенно разной направленности. Поэтому очень, очень важно, чтобы вы на это обратили внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Время. Удачи.